Приветствую всех зрителей. Слава Господу за это время, что мы можем находиться в Доме Божьем. Пусть Бог благословит вас по местам. Сегодня прекрасное время, находясь в Доме Божьем, размышлять о том, что Он делает в нашей жизни. Я верю, что та тема, которая есть в моем сердце, это тот путь, который я прошел. Это то, что важно для каждого человека, который решил пойти за Господом, который открыл свое сердце в его присутствии и сказал ему «Да, Бог». Я верю, что это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. А каждый день мы сталкиваемся с различными вызовами, когда у нас есть выбор, в котором нам нужно просто принимать решения в пользу Господа, в пользу того, что Он хочет. И размышляя об этом, я понимаю, что Бог благословил меня. И уже более 12 лет я в церкви, в церкви Божьей. И находясь в церкви, я видел разное. И слава Господу за наших родных и близких. Особенно хочется сказать большое спасибо моей маме, которая верила, когда я был мальчиком, юношей, она приняла Бога в свое сердце и начала за ним идти. И слава Господу, что она начала меня тянуть в Дом Божий, заставлять чуть ли не с разговорами, что если ты не будешь ходить в церковь по воскресеньям, готовься своих друзей, ты не будешь видеть как своих ушей. И, в общем, это... Знаете, я помню, тогда мне было очень грустно, и я вообще не понимал, что происходит. Каждое воскресенье какие-то люди, все там хлопают, радуются, что-то все улыбаются, все добрые. И смотря на это, я понимаю, что это был путь, и в этом Бог очень благословил. Ее вера, она очень сильно послужила в моей жизни, и действительно, я хочу сказать большое спасибо. Я знаю, что она смотрит сейчас, и я тебя люблю, мама, и благословляю очень крепко и сильно. Слава Господу! Знаете, был момент, когда мне было, наверное, я был в девятом классе, в восьмом-девятом классе, и вот мы уже какое-то время ходили в церковь, уже, наверное, года два, каждое воскресенье почти, но никто не знал, что я хожу в собрание, что я по воскресеньям бываю в церкви. Люди спрашивают, поехали на отдых, поехали куда-то, ну, одноклассники, а я говорю, нет, я не могу, я занят. И мама, я знаю ее глаза, ее желание, чтобы я был с Богом. Она видела, что я живу своей жизнью, что у меня есть там школа, друзья, какие-то интересы, но в этих интересах, однозначно, не было церкви, Слова Божьего, Его присутствия в моей жизни. И когда-то настал момент, что я своих, даже уже в девятом классе, это мое свидетельство, но я столкнулся с такими сложностями, когда у меня просто не было выхода, у меня не было никакого выбора, и мне было сложно об этом говорить, потому что это было давление от старшеклассников, когда у тебя нету старших братьев, друзей, и ты вроде как бы, ну, тебя там заставляют какие-то деньги собирать, я думаю, кто-то, может быть, переживал это в жизни. Ну, знаете, это моя история, и я хочу сказать, что настал такой момент, когда было просто безвыходно, у меня не было этих денег, не было вопросов, не было ответов на эти вопросы, как быть, что делать, и я пошел, рассказал маме о том, что у меня есть сложности, и мне было так тяжело, я прям понимал, что это прям последнее, что я мог сделать, но, знаете, она сказала, Сергей, я посвятила тебя Господу. И это, ну, были достаточно такие тяжелые на тот момент для меня слова, потому что я в них не услышал ответ, который я хотел получить, ну, например, что мне нужна была какая-то там сумма денег, чтобы отдать, а мама у меня трудилась в школе и была учителем, она понимала всю эту жизнь, понимала, как все устроено, ей не нужно было объяснять, она все это видела каждый день, когда, кто, наперед забегу, эти старшеклассники, они употребляли наркотики, и в этом состоянии они, я думаю, сами находились под давлением, им приходилось участвовать в жизнях, ну, вот, людей именно по злому, находить тех, кто сможет, вот, им приносить деньги, заставляли какие-то нехорошие вещи делать, но я уже, будучи, находясь 2-3 года в церкви, каждое воскресенье, все равно Бог сеял свое семя, и мое сердце, оно было добрым, я не мог быть злым, просто я не мог представить, что такое там у кого-то забрать, что-то там, забрать телефон, и, не знаю, сказать все, там, теперь ты будешь приносить деньги, или я тебя буду бить, там, что-то делать, ну, и вот в этот момент, когда настала вот эта ситуация, я помню, когда я маме эти слова, и она говорит, я доверила тебе Господу, я сказала, Господь, он твой, и делай с ним, что хочешь, и я думаю, и что дальше, как быть? И мама говорит, помолись ему, скажи ему, обратись к нему, попроси у него помощи, знаете, действительно настал тот день, когда я, я просто сказал, Господь, у меня нет выхода, никакого, сделай только то, что ты можешь, и если ты можешь, и я говорю, обещаю в свою очередь, находясь в Доме Божьем, я буду внимательным к тому, что говорят на алтаре, что происходит в церкви, и Бог вот так в один миг просто обернул все в моей жизни, может быть, я об этом могу подробнее, если кому-то будет интересно поделиться, рассказать, но правда в том, что это время закончилось, и началось другое время, Бог коснулся моего сердца, Бог изменил эту ситуацию, и уже, правда, это было, конечно, может быть, не так, как я хотел, потому что в один миг у меня оборвались все отношения с друзьями, которые у меня были на тот момент, и знаете, я очень сильно переключился на церковь, в которой была молодежь, которая всегда звала, ребята, старший лидер, говорили, Сергей, приходи в собрание, приходи на молодежное служение, мне всегда было все равно, а здесь я просто оказался в такой ситуации, когда я понимаю, что нету другого варианта, нужно идти, нужно общаться, знакомиться, и я так благодарен Богу, что это произошло, потому что с того дня, вот буквально до сегодняшнего дня, я ни разу не пожалел о том, что Бог сделал, и я думаю, здесь много есть людей, которые могут сказать, с того дня, когда я посвятил свою жизнь Богу, когда сказал Ему, да, я реально благословен. И потом помню, мама моя вела домашнюю группу, ну, так моя знакомство произошло, она взяла ответственность, ей доверили ее, и она начала дома собираться, я так не любил это время всегда, каждый четверг вечером нужно было сидеть дома, приходят люди разные, там поют псалмы, и я вот не понимал это, но и каждый четверг я уходил там во дворе, там друзья, и знаете, каждый четверг что-то происходило, когда шла домашняя группа, Сергей обязательно то поломает руку, то потянет мышцы, то где-нибудь упадет, то какая-нибудь полиция, там, за то, что там мы делали, и однажды я просто сломал ногу, это было самое ужасное, я там был на горке, поскользнулся очень сильно, и на ногу прям присел с высоты, и в общем у меня перелом берцовой кости по кругу, и знаете, тогда я понял, и думаю, господи, ну, я понял все, что дальше может и не быть, надо быть, и я добросовестно 4 недели, а то и 5 с гипсом, был на каждой домашней группе, вот, и это такое у меня знакомство было, это хорошее время, друзья, и знаете, сейчас вот, смотря на все, что было в моей жизни в тот период, я хочу сказать Богу спасибо, слава Господу, что мы можем сегодня быть в Боге, мы знаем, что в нашей жизни есть смысл, аминь, мы знаем, что Господь, Он ведет нас своим путем, и у Него есть много всего для нас, у Него есть огромные планы для нашей жизни, и мы понимаем, вот, что многие люди на нашей земле, которые не знают Бога, они живут, они не могут знать, в чем смысл жизни, они Его пытаются найти в тех или иных вещах, я очень много общался с людьми, потому что работал в перевозках, в такси, и достаточно много слышал историй разных, и знаете, спрашивая, а в чем смысл веры, люди говорят, у меня есть крестик, я верующий, ты спрашиваешь, а в чем смысл, ну как, ну, чтобы я был, там, добрый, Бог помогает мне, когда мне плохо, и, там, я понимаю, что вот Бог, Он есть, а как Он, где, и суть заключается в том, что только в этой жизни, как будто нам нужен Бог, и Он как-то вот только помогает, но мы же знаем другого Бога, который не просто помогает нашу жизнь, Он желает, чтобы в нашей жизни все было, Он желает тебя в каждом дне вести, желает использовать тебя для твоего же блага, и, понимая это, я вижу, что то, что Он сделал на кресте, заплатив за нас, своей жизнью, за наши грехи, и искупив нас для того, чтобы мы имели жизнь вечную, аминь, слава Господу. Давайте славу Господу, знаете, я служу в прославлении, и я очень люблю, когда народ Божий славит Бога, когда мы можем действительно искренне, всем сердцем воздавать Ему хвалу, рукоплескать, говорить Аллилуйя. Итак, название или тема проповеди, как Иисус мой обет раздавал, уже, наверное, видели, не стал оставаться старших братьев, которые периодически, выбирая название, действительно очень интересные, и вот мое сердце коснулось одно местописание, и, как вы, наверное, уже поняли, это местописание о том, как Иисус совершил чудо. Это история, которая связана на насыщение пяти тысяч человек, не считая женщин и детей, это было огромное чудо в то время, и мы видим, что в этой истории есть разные герои. И давайте все вместе прочитаем еще раз, я думаю, это будет полезно, как и молитва «Отче наш», правда, периодически дети у нас могут ее столько раз, но, наверное, есть люди, которым ее нужно услышать столько раз, чтобы какие-то откровения получить. Откроем все вместе Иоанна, главу шестую. Из первого стиха я прочту. После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестностях Ивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возвлечь, было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч». Иисус взял хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». «И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели». Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Аминь. Мы можем видеть, что здесь есть несколько героев этой истории. Конечно, самый большой и великий герой – это наш Иисус, Господь, который знает, что происходит. И так же мы видим, что здесь есть Филипп, ученик Иисуса Христа, который уже на протяжении некоторого времени идет за Иисусом и видит те чудеса, то, что он творил. А мы знаем, что это было не первое чудо, да, сотворение. Если мы вспомним, то мы знаем, что Иисус сотворил чудо, в вино превратив, да, в воду в вино превратив. Потом мы знаем, что было исцеление сына, там, одного царедворца. Потом мы знаем, что было чудо в купальне Вефезда. И вот мы здесь видим, что это уже не первое чудо, но мы видим в этой истории, что сердце Филиппа, оно не могло вместить то, что он говорит, потому что его реакция на слова Иисуса, она была достаточно непростая. И знаете, мы можем быть испытаны в нашей жизни, как Филипп. Пятый, шестой стих. И Иисус, возведя очи, увидев, что множество народу идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Шестой стих. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Знаете, иногда бывает, что мы можем на начале этапа нашей жизни со Христом сталкиваясь с разными ситуациями, может быть непростыми и достаточно сложными, мы можем не видеть выходы, мы можем думать, что это ситуация, в которой действительно нет выхода. Я не знаю, как, что может случиться, какой может быть исход, потому что у нас нет надежды на Бога, который творит чудеса, который может сделать просто сверхъестественные вещи. Я думаю, здесь многие переживали, когда Бог являл свою славу, и происходили просто сверхъестественные вещи, когда являлись чудеса исцеления, вопросы финансов, вопросы каких-то сложностей в отношениях, когда думали, что это просто нереально. Но мы знаем, что Бог, и для Него все реально, и Он может это все менять и делать. Знаете, если мы посмотрим Марка, в шестую главу, давайте вместе тоже откроем. 6 глава, 50-й, 52-й стих. Мы видим, что здесь написано о том, что ученики не сразу, они не приняли это чудо, которое Бог сотворил. Это уже спустя время после того, как накормили голодных, когда были собраны эти корбы, явлены чудеса, и слава Божия. И мы видим, что здесь, давайте прочитаем 52-го стиха. Ибо не вразумили с чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Вот. Окаменено. В другом переводе написано, что сердце их было закрыто. Закрыто. Знаете, в жизни бывает так, что, когда у нас нету какого-то опыта, пережитого с Богом, мы не можем принять какие-то вещи и увидеть. Но спустя время, к сожалению, я сталкиваюсь с людьми, и бывает в жизни нашей, когда люди, которые уже достаточно много времени идут за Богом, которые видели разные чудеса, и Его слава в своей жизни, почему-то в сложных ситуациях могут забыть о том, что Он делал, о том, что для Него нет ничего невозможного. И мы просто можем видеть, как люди проигрывают в этой борьбе дьяволу, который всегда заинтересован, чтобы зацепить, чтобы обмануть, чтобы забрать ту правду и ту истину, которую Бог нам хочет дать. Мы, бывает, быстро забываем то, что Он делает для нас в жизни в каждом дне. Знаете, нам нужно молиться. Нам нужно молиться и просить Бога, чтобы Он обновлял наше сердце веру и действительно работал с нами, чтобы мы могли в трудной ситуации, в трудные моменты направлять наш взор к Нему, потому что у Него есть выход. Аминь. Знаете, слышали, наверное, такую фразу, когда мы говорим, вот, это безвыходная ситуация, здесь нет выхода. Однажды, читая слово, я очень сильно был, так скажем, Бог так сильно прикоснулся, читая эти слова, это Иоанна, 10 глава, 9 стих. И там написано, Иисус говорит, «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет». И мы понимаем, что, когда мы говорим, нету безвыходной, есть безвыходные ситуации, мы должны помнить, знаете что? Что Иисус есть дверь, и Он есть выход из любой ситуации. Я верю, что для Него нет ничего невозможного. И если мы будем смотреть в Библию, то мы увидим очень много свидетельств, мы можем видеть очень многих героев, которые проходили разный путь. И один из таких героев мы знаем, что был Иосиф. И если мы будем смотреть на Его жизнь, то мы действительно посмотрим, что бывает не всегда все легко, но конец, да, как мы всегда говорим, что конец всегда важнее Его начала, лучше Его начала, то мы можем видеть славу Божию. Иногда можем не понимать, что происходит, и не знаем, что с этим делать, да, как Филипп, когда ему Иисус задает вопрос, что мы будем делать, и он, я не знаю, просто не знает. У меня история была одна, у меня когда-то была машина, точнее их было много, шестерка, наверное, кто-то застал, это была одна из последних. И в общем она у меня сломалась, я на ней работал тоже, и мы с женой посоветовались, и решили, что надо купить машину чуть-чуть получше, чтобы вот пойти в такси работать, можно было там лучшую классную машину поставить. И знаете, мы покупаем машину, и у этой машины, которую я купил, ломается двигатель. Просто вот ты, причем у той машины сломался двигатель, я его починил и продал ее, и эту купил, и опять сломался двигатель. И мы стоим с супругой, смотрим друг на друга и думаем, что происходит, нужно трудиться, есть обязательства, нужно оплачивать там коммунальные услуги, квартиру. И ты думаешь, я не знаю, что происходит, но спустя время ты можешь увидеть то, что Бог делает. Знаете, что произошло дальше? Кстати, купил я машину, это была Матис, знаете, такая огромная машина для такси. Матис. Это было, конечно, чудо. И вот, и знаете, первое, я очень сильно через эту машину увидел, как Бог может действовать через наших родных, близких, через наших братьев и сестер в собрании. Тогда братья мне очень помогли, они просто благословили меня немного на ремонт деньгами, и это было действительно чудо. Я просто сказал, братья, у меня в общем сложности, я не знаю, что делать. И Бог благословил, положим в сердце многим как-то поучаствовать в моей жизни, и я смог починить ее. Дальше, когда она находилась в ремонте, трудиться же надо было. Знаете, я никогда бы не думал, что я возьму машину в аренду, просто в аренду, не на выкуп, да, потому что есть такие системы, когда ты можешь договориться и постепенно в расстрочку ее покупать. А тут просто аренда. И Бог мне ложит в сердце, что взять в аренду машину, как так? Я взял калькулятор, начал считать, и понимаю, что то, что я зарабатывал на своей машине, заработать на арендной машине, потому что она была чуть лучше, там, с обклейкой, с дополнительными деньгами. И я взял эту машину, и еще Бог приложил очень большое благословение для меня в виде моего друга-партнера, с которым мы стали вместе трудиться. И знаете, он тоже не хотел сильно там в такси идти, но были обстоятельства некоторые. Мы начали разговаривать, и я сказал, слушай, мне нужен напарник, чтобы мы могли вместе трудиться на этой машине. И Бог благословил настолько, что спустя время мы можем увидеть, вроде сломалась машина, ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, как пройти это, но Бог может так провести, и так все сделать, что сейчас я могу засвидетельствовать, что спустя это время мы смогли с другом приобрести машину для работы уже сами, такую, которую я взял в аренду. Представляете, я такую машину брал в аренду с ним, а в итоге у нас такая машина работает сейчас. И мы сами можем ездить, у нас есть водители, и ты понимаешь, что это чудо, но тот момент, когда ты стоял перед вопросом, а как дальше быть, когда у тебя нет денег, когда ты не знаешь, что делать, но ты доверяешь Иисусу. Я много видел чудес жизни, и поэтому, как всегда, в очередной раз, когда сталкивался с сложностью, я говорю, Господь, я знаю, что для тебя нет ничего, невозможно сделать свое чудо, и Бог его сделал. И таких свидетельств очень много. Мы знаем, что в жизнях людей бывает тоже сложности. Я думаю, у вас есть такие свидетельства, аминь. И это говорит о том, что могут быть разные ситуации, которые мы действительно можем просто не понимать. Но если мы доверяем Богу, то мы можем увидеть Его руку и то, что Он делает. Очень важно. Написано, Иисус, а, написано о том, что Он знал, да, что Он будет делать. Давайте вместе скажем, Иисус точно знает, что Он будет делать. Иисус, точно будет знать, что Он будет делать. И мы знаем историю Иосифа. Это благословение, которое я тоже пережил в своей жизни, читая. Это с 37 главы Бытия до 46 главы. Я рекомендую очень почитать, обновиться в его истории жизни. Мы знаем, что он пережил предательство братьев, родных. Мы знаем, что он был в рве, да, куда его бросили. Потом его в итоге продали в рабы, там, мадиаментями проходили, им отдали его в рабство. В итоге они его продали в Египте. Его забрал царь-дворец Патифар в свой дом. И дальше мы знаем, что ему было доверено в этом доме очень много ответственности, потому что он был достойный, потому что у него было правильное сердце. Но мы знаем, что там появилась негодная женщина, которая хотела, чтобы он с ней спал. Это была супруга Патифара. Но он был верен Богу, и в своих решениях он стоял твердо. И это ей не понравилось. И она инсценировала покушение на свою личность, на свою жизнь, на ее, так скажем, просто на вот эти интимные вещи. И он убежал от нее. И мы знаем, что в итоге его оболгали, и его посадили в тюрьму как преступника. И мы смотрим на его жизнь. Он был 17 лет, мы знаем, если мы будем считать слови, когда он попал в этот замес с братьями, когда он попал в ров. И ты смотришь на его жизнь и понимаешь, что в какие-то ситуации вот человек живет и просто начинает что-то происходить. Но мы видим, что его путь достойный. Находясь в доме Патифара, он поднялся, потом он оказался в тюрьме. И в итоге, находясь в тюрьме, ему доверили быть ответственным в тюрьме, быть старшим там. Вы же знаете, вы же видели это. И там мы знаем, что был в Виночерпе с Хлебодаром, и он им пророчество открывал им сны. И в итоге все сбылось. Но он после того, как даже Виночерпе был восстановлен, опять был оставлен в тюрьме, потому что он попросил, напомни обо мне, что вот я такой человек, что я сказал, это сбылось фараону. Но опять о нем забыли. И по-моему, там около двух лет он дальше находился в тюрьме. И настал момент, мы знаем, что он открыл сон фараону. И фараон удивился от того, что Божий человек смог объяснить происходящее. И он сказал ему, что только ты сможешь пройти этим путем, то, что ты видел, и доверил ему власти, и чуть ли не быть вторым человеком. Потому что он говорил, ты можешь управлять. И посмотря на всю его жизнь, если мы прочитаем, то мы увидим, что его путь был непростой, но Бог всегда был с ним. И очень важно его сердце в этом состоянии. В 45 главе, 4-й, 8-й стих, давайте вместе тоже прочтем. Бытие 45. На тот момент к Иосифу пришли братья со своей земли, пришли к нему для того, чтобы искать пищу. И мы знаем, что Иосиф их узнал, и он решил им открыться. И давайте с 3-го стиха даже прочтем. «И сказал Иосиф братьям своим, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. «И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Они подошли, он сказал им, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле и еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Аминь. Восьмой стих. «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараона и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской». Слава Господу! Мы можем видеть конец этой истории, что сердце Иосифа было открыто, и он, понимая все происходящее, сказал братьям о том, что он доверяет Богу, о том, что он знает, что этот путь он проходил с Господом, он был с ним, он вел его, он заботился о нем. И мы знаем, что достаточно бывает, ну правда, согласитесь, церковь бывает достаточно непросто в нашей жизни. Но слава Богу, мы можем быть на этом месте. Мы желаем, чтобы Господь царствовал в нашей жизни, чтобы он делал то, что он хочет. Аминь. Также хочется обратить внимание на второго героя в этой истории. Мы говорили о Филиппе, который столкнулся с этим вопросом сложным. И Иоанна 6 глава, 9 стих. «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки». Но что это для такого множества? Представьте себя на месте этого мальчика. Меня, честно говоря, вообще очень радуют люди, которые в непонятной ситуации, там пять тысяч человек всегда, у них есть всегда какие-то запасы еды, у них что-то есть приготовленное. И просто мы видим, что в этой ситуации это вскрывается и Бог благословляет. Слава Богу, что через еду очень много происходит, да, у нас в церкви есть служение на корми голодного. Ну правда же? Слава Богу. Мы слышали очень много свидетельств, что люди приходят, общаются, принимают Господа и жизни меняются. Еще и служение при единии несчастного. Я смеялся, вспоминал, однажды на евангелизации на Кристалле были и проповедовали людям с командой молодежной. И подошел один мужчина, в общем, разговорились с ним, помолились вместе, и он сказал, что он когда-то был в церкви, в общем, сложная ситуация. И у меня прям в сердце горит, Бог говорит, возьми его к себе. Я думаю, куда к себе? У меня на квартире ремонт, мы живем сейчас с родителями. И я думаю, ну только туда, на квартиру, где ремонт. И там, представляете, ну прям голые стены, почищено все, еще полбетонный, не залитый. Ну думаю, ладно, поехал домой, взял его с собой, взял матрас дома, наложил ему покушать с собой, все приготовил. А он был выпитый. И я ему говорю, завтра поедем в собрание, это была суббота. Я его привез домой, положил на этот матрас, накачал, все покормил ему, все принес ему, там водички, в сердце так радуется, что ты можешь служить. И ему говорю, все, я в общем поехал домой, я завтра за тобой приеду, и поедем в собрание. Ты будешь трезв, будешь как бы готов к слову принимать, в общение прийти. Да, все хорошо. В общем, я закрываю его на ключ. Ну я так ему говорю, что я закрою тебя, а завтра открою утром. Все, хорошо договорились. Утром приезжаю, вдохновленный, в квартиру, поднимаюсь, открываю дверь открыто. Думаю, что происходит? Ну захожу, вижу. Представляете, у меня замок, я закрыл его на ключ, а с другой стороны тоже открывалка есть. Он открылся. И я думаю, господи, ну как же так? Это достаточно, уже в принципе не первый раз какие-то такие ситуации с людьми. Но я помню тогда, думаю, вроде послужил, семя посеял, верю, что он придет завтра. И уже такой собрался, уже наверное часов 10, там ближе к 11, на собрание ехать. Я выхожу на улицу, и он с пакетом. Я понимаю, что у него в пакете пузырек, и он такой счастливый стоит, я думаю, ты что делаешь-то вообще? Мы договорились с тобой, ну что ты будешь меня ждать, что мы утром появим собрание. Он, да, я все, я пришел. Ну в общем, это реальная история вот из жизни, что бывает разное. И нам надо служить. Знаете, Бог нас использует, Он желает, чтобы мы были открыты к тем людям, которые нас окружают. Субтитры создавал DimaTorzok